Задачу визита гости назвали ознакомительной, объяснив свое неведение так. С момента претворения в жизнь территориальной реформы прошло не так и много времени. Сейчас в целом по республике уже можно видеть плюсы и минусы, как решения правительства, так и работы на местах. Администрация края подготовила специальную презентацию под контрольные территории, а также программы развития, рассчитанной на несколько лет. Мы рады этому визиту в каком плане? Потому что, прежде всего, это ознакомление с работой края как такового после реформы. Дала ли реформа свои положительные результаты или она ничего не дала? Мы говорим о своих достижениях, о своих возможностях, о том, как мы работаем вместе с управлениями, об этом мы будем говорить, и главное, что мы говорим о своих проблемах. И поэтому основной документ, над которым мы работаем, это программа развития. И нам очень ценно было услышать сегодня со стороны оценку, потому что этот документ еще не готов, и получить ту помощь, которая может быть оказана в подготовке программы. Единственное, действительно новым прозвучавшим из УЗ представителей министерства стала информация о новой программе. По словам Илоны Раокзе, возглавляющей департамент планирования развития регионов, в ближайшем будущем может быть осуществлен проект по поддержке восточных приграничных территорий. Речь идет о государственных инвестициях, направленных на развитие специфических отраслей, логистики и обустройства приграничной инфраструктуры. Кроме того, если получится создать особую налоговую зону для предпринимателей, работающих здесь. Станут ли благие намерения реальностью или не выйдут за рамки идеи, даст ответ лишь перспектива. Продолжение следует...